Итак, сегодня мы говорим про парирку гипотез. У меня классная есть такая гифка, которая спрашивает, как ваше настроение. Она, на самом деле, еще осталась с осеннего семестра. Она просто настолько атмосферная, что она мне очень нравится. То есть, мне кажется, что осенью, что весной, когда на улице гроза и дождь, очень приятно вот в такой обстановке сидеть, при свечах у камина, еще при желании летающей книжки добавить, но это пацаны, с этим сложно. Про что мы сегодня говорим? Как устроена наша сегодняшняя лекция? Уилл Смит традиционно нам про это расскажет. Мы поговорим про MVP. То есть, сегодня мы концентрируемся не в целом на прототипах, а на конкретном типе. Это MVP. Поговорим, что это такое, на что важно обращать внимание, как его правильно выстраивать. Поговорим про MVP известных продуктов. И вообще, я, кстати, советую после лекции в какой-то момент поискать, посмотреть, почитать, потому что очень часто MVP продуктов, которые вы знаете, вот в том виде, в котором они есть сейчас, MVP отличалась кардинально. Та потребность, которую закрывал продукт, та функциональность, которая в нем была, они были вообще в другой плоскости. В некоторых случаях можно даже и близко не получится представить, чем продукт отличался. Обсудим, какие вообще цели перед MVP стоят. То есть, не просто что это, а зачем это. Это довольно важно для того, чтобы четко понимать, как мы используем MVP и отталкиваясь от этого, как MVP правильно строится. Поговорим про ключевые особенности. Там достаточно много интересного будет. И поговорим про разные виды MVP. Опять же, их может быть гораздо больше, классификация может быть разная. Но в целом, я вижу солнышко. В целом, я постараюсь основные типы затронуть. Для того, чтобы просто у вас было понимание. Точно так же, как на прошлой лекции мы говорили про прототипы. Затем у нас будет небольшой перерыв, и после него мы поговорим, как работать с MVP. То есть, ну понятно, мы выстроим базу, обсудим, что это, как это, зачем это нужно. А затем проговорим, какие бывают подводные камни и ошибки. На что обращать внимание, где не попасться. Что такое RAT-подход. И он ничего общего не имеет с крысами. Хотя, на первый взгляд, слово такое уже. И что за подход LeanCampus. Мы уже буквально чуть-чуть его поверхности затрагивали. Вот сегодня намного подробнее поговорим. Я дам вам шаблон, с которым можно работать, и который очень помогает правильно выстраивать ценность продукта. Итак, говорим про MVP. Еще раз напоминаю, что это и как правильно использовать. Давайте для начала вообще выясним, что это такое. В чате, пожалуйста, расшифруйте и скажите, знаете ли вы, что такое MVP. Напишите мне. Саша пишет, минимальный жизнеспособный продукт. Рашид, минимум viable product. Яков плюс один. Да, хорошо. На самом деле, минимум viable product. Отлично. Вы использовали две, обе формулировки, которые чаще всего встречаются. Это может быть минимум valuable product, минимум viable product. На самом деле, есть еще раз расшифровка most valuable player, но это немножко из другой оперы. Итак, что же все-таки такое MVP? Как его правильно расшифровывать и почему именно так? MVP расшифровывается иногда минимум viable product или минимум valuable product. Что это значит? Минимально жизнеспособный продукт или минимально ценностный продукт? В чем разница? Минимально жизнеспособный продукт предполагает, что у вас есть возможность, например, закрыть юнит-экономику. То есть у вас люди приходят, люди им пользуются. То есть понятно, как вообще продукт существует. Минимально ценностный продукт предполагает, что вы в первую очередь закрываете потребность. То есть он несет закрытие той потребности, которую вы хотите. Минимальный жизнеспособный продукт или минимально ценностный продукт. MVP – это способ проверки ценностного предложения продукта. Помните, мы с вами говорили про ценностное предложение, про то, как оно формулируется, как его правильно заполнять. У нас было домашнее задание, с этим связанное. Так вот, MVP – это способ проверки ценностного предложения, продукта, сервиса или услуги. И, важно, получение обратной связи от конечного потребителя. Обращаю ваше внимание, что это в первую очередь способ проверки. То есть MVP – это не цель, MVP – это средство. С помощью MVP – это не продукт, MVP – это не прототип. Это способ проверки. Поэтому, что очень важно, мы сейчас про это скажем, но просто забегая вперед. Во-первых, в вашем MVP обязательно должно быть закрытие потребности базовой, которую вы планируете. Вполне возможно, что спустя несколько итераций, спустя полгода у вас будет совершенно другой продукт, и он взлетит. Но изначально MVP все-таки делается, чтобы проверить конкретную потребность и ее закрыть. И второе – MVP бесполезна без обратной связи. Ваша цель – не выпустить аналог продукта, а получить обратную связь, чтобы проверить ценностное предложение. Еще раз, цель MVP – это проверить идею. То есть понять, есть ли спрос на продукт до того, как он будет готов. Посмотреть, будут ли готовы люди платить деньги за какую-то предоставленную услугу или сервис. Захотят ли они вообще заходить к вам с рекламных кампаний. MVP – это не продукт, а способ проверить, нашли ли мы проблему, которую стоит решать. То есть вроде бы наши количественные и качественные опросы это объясняют. Но следующий этап – это, собственно, на уровне прототипа того самого MVP. Еще раз проверить, до того, как мы будем ввязываться в полноценную разработку, до того, как мы будем качать маркетинг на сотни тысяч долларов. А верная ли эта история? Стоит ли туда двигаться дальше? Ну и несколько MVP известных продуктов. Просто чтобы было понимание, сейчас я буду рассказывать в двух словах про то, как изначально продукт предполагался и то, до чего он в итоге дошел. Например, Spotify. Теперь уже известный в России, им можно официально пользоваться. Он к нам пришел на рынок. У кого-то он там заменил ту же Яндекс.Музыку, кто-то пользуется тем другим. Я, например, пользуюсь тем другим. Так вот, изначально, кстати, не все про это знают, главная функция Spotify, которая предполагалась, когда этот скандинавский стартап вообще начинался, это потоковая передача видео. То есть это такой был некоторый аналог YouTube, где они хотели иметь возможность решить проблему потокового передачи видео. Арина, я использовал Spotify для DC. Класс, класс. А в итоге, собственно, вы про это знаете, они пришли к тому, что их главная функция – это потоковая передача аудио. То есть в процессе решения проблем, связанных с потоковой передачей видео, они смогли довольно эффективно придумать потоковую передачу аудио. Собственно, с чем мы запустились. Ну и после закрытого бета-тестирования версии для Windows они заключили контракты с большими лейблами, что во многом помогло им развиться и прокачаться. Важный нюанс – постепенно потребность, которая закрывает приложение или продукт, может меняться. То есть тот же Spotify изначально, когда он только появлялся, его главная фича, его главная функция, его киллер фича – это была потоковая передача аудио. Но как вы думаете, какая сейчас киллер фича Spotify? Попробуйте назвать. И на самом деле это касается любых музыкальных сервисов. Более того, это касается, наверное, любых и стриминговых сервисов типа Netflix того же. Точно, молодцы. Это рекомендации, то есть рекомендательный алгоритм для подбора музыки. Мы не просто позволяем людям слушать музыку в онлайне, в любом месте, на телефоне, на компьютере, бесшовно. Мы позволяем им открывать для себя. То есть здесь фокус сместился с момента «у меня есть возможность послушать», к моменту «я могу найти для себя что-то новое». Супер, супер, молодцы. Следующий – Uber. Тоже хороший пример. В наших реалиях это Яндекс.Такси. Главная функция изначально – это соединять клиентов с водителем. То есть Uber начинался просто как некоторое приложение с минимальной функциональностью, основная задача которой – это было соединить в одном приложении клиента и водителя. Есть человек, которому нужно поехать, есть водитель, который хочет катать. Вот мы даем им возможность вместе объединиться. А дальше – это соединение клиентов с водителями. То есть один клиент, ему ищется много разных водителей сразу. Есть разные алгоритмы. Мы начинаем максимизировать время, проведенное в поездке с заказом у водителей, чтобы они простаивали минимально. Мы начинаем смотреть на трафик, на сурж, то есть на дополнительную сумму, которая берется в тех областях, где есть повышенный спрос. Мы начинаем простраивать маршруты. То есть со временем добавились другие функции. Ну и это не говоря уже про разные тарифы, семейный профиль, планирование поездки заранее, возможность поширить поездку. Что забавно, немногие про это знают, но Uber ни разу не выходил в плюс. То есть как бизнес за все время своего существования, Uber по окончанию ни одного квартала, ни одного отчетного года не выходил в плюс. Более того, это касается, насколько я помню, единственный такси-сервис, который выходил в плюс, это Яндекс.Такси. Это происходило на протяжении пары кварталов. То есть глобально он тоже до сих пор убыточный. Spotify, да, на самом деле это вот немножечко парадоксально звучит. То есть большинство больших IT-бизнесов, которые сейчас популярны, вы знаете, пользуетесь, как бизнесы, они работают в минус. Тут, правда, есть важный момент. Саша, в России или везде? Везде. И речь не про Россию и СНГ, касательно Uber это везде. То есть в случае Uber это скорее история про, во-первых, про хорошие, талантливые продажи инвесторам. То есть они раунд за раундом увеличивали количество инвестиций, которые привлекали. Это первый момент. И второй момент, даже не так. Второй момент, то что они очень активно росли. То есть пока твой бизнес растет, ты скорее будешь вкладываться в потенциальный рост, в захват рынка. Помните, у нас было этап развития продукта, и на этапе роста речь идет про захват рынка, особенно когда у вас появляются конкуренты. А если вы сделали классный продукт, вы закрываете ценность, и люди к вам идут, то у вас сразу появятся конкуренты. То есть на этом этапе намного выгоднее как можно больше кусок рынка откусить для того, чтобы потом, когда у вас начнется зрелый этап, вы получали как можно больше прибыли. Ну это логично. Чем больше объем рынка вы захватите, тем больше потом прибыли вы будете получать, когда уже перестанете активно расти. Еще один момент, что, например, в случае Uber, это в случае любых технических вот таких такси-сервисов, большая ставка делается на автоматизацию. То есть предполагается, что в какой-то момент, спустя 5 лет, 10 лет, 15 лет, у нас появятся self-driving cars, то есть такие вот самоездящие машинки. Возможно, вы видели в Москве или в Иннополисе от Яндекса такие в красный цвет покрашенные машинки. То есть делается ставка на то, что в этот момент, когда это будет официально разрешено, у вас моментально снимается прослойка в виде водителей, и вы сразу выходите в плюс с точки зрения юнит-экономики. То есть это такая игра в долгую, в которой чем сильнее ты разовьешься к моменту, когда это случится, тем больше плюшек ты получишь. Но здесь, естественно, это мы уже немножко залезаем на бизнес-территорию, здесь есть подводный камень. Твой бизнес может просто не дожить, пока ты работаешь в минус, поэтому тебе, естественно, нужно все очень тщательно просчитать для того, чтобы быть уверенным в том, что по деньгам ты доживешь. Ну или в крайнем случае ты скажешь, сорян, ребята, 15 лет мы работали, получали деньги, нас инвестировали, но не взлетело. Бывает. Всем пока, мы полетели на Канары. Это тоже сценарий, который, в общем-то, валительный. Следующий вариант. Airbnb. Тоже отличный пример. Я думаю, все вы так или иначе знаете, как он выглядит сейчас. Пару лет назад Airbnb запустил еще, забавно, он в каком-то смысле вернулся к корням. То есть он запустил Airbnb+, где они выбирают самые классные места по всему миру, где они своих фотографов туда присылают, чтобы они сделали профессиональные фотки, знакомятся с владельцами, делают описания. То есть это вот прям самые вкусные места, которые есть. У них довольно ограниченная география, где вообще есть такой сервис. Там, если посмотреть, это прям вот реально картинки из Инстаграма. Просто места мечты. Приезжай, живи там месяц и восторгайся. Изначально, когда они начинали вот как сервис по аренде жилья, было то же самое. То есть они приезжали сами, делали фотографии, помогали владельцам, размещая для них объявления. Но еще раньше главная функция – это была возможность дать свое жилье на короткий срок. И их MVP – это было MVP для участников конференции по дизайну. То есть, насколько я помню, супружеская пара, которая, собственно, основали Airbnb, они жили в городе, где проходила очень большая конференция для дизайнеров. Вечно не хватало места. Поэтому в какой-то момент они предположили, что так как у них большой дом, они смогут сдавать спальные места в эти периоды. Собственно, эта конференция позволила им проверить идею, что сдача собственного жилья может конкурировать с отелями. Люди будут готовы платить за то, чтобы, ну, в некоторых местах, за то, чтобы, в принципе, хоть где-то пожить, когда там есть слишком большой спрос. В некоторых местах они будут делать выбор в пользу квартиры, потому что это приятно. Егор, все начиналось как air breakfast and bed. Да, да-да-да-да. Вот ровно так. Кстати, полезная ссылка. Спасибо большое. Yahoo. Тоже забавная история. Yahoo сейчас известен как поисковик. Главная функция – это помочь найти нужный сайт. Но изначально Yahoo – это был список самых популярных сайтов. То есть, по сути, когда они только начинали на заре интернета, у вас не было необходимости в поисковике. И, кстати, это не только история Yahoo, это история других поисковиков некоторых тоже. Вы просто заходили и могли посмотреть список самых популярных в интернете сайтов на текущий момент. То есть, интернет был настолько маленький, что это можно было сделать, и всем было любопытно. А потом из этого родился поисковик. Как выглядит правильный MVP? Кстати, у меня почему-то пропали участники. Забавно. Ну, ладно. Например, так. То есть, у нас есть небольшой чизбургер, есть двойной, есть бигмак. Мы растим его по размеру. Вот то, что вы видите сейчас, это называется принцип… Ну, и в принципе у MVP есть два варианта, два способа, как он делается. Есть принцип тортика или капкейка. Есть принцип торта. То есть, капкейки – торт. В чем суть? Капкейк – это торт в миниатюре. То есть, наше MVP повторяет наше полноценное приложение, просто мы отсекаем все лишнее. То есть, мы вначале делаем капкейк, потом делаем, не знаю, булку, ну, какую-нибудь большую, а потом сделаем торт. То есть, на каждой итерации мы, по сути, расширяем каждую из функций, каждое из направлений, которое можем. А есть подход к MVP формата торта. Мы слоями добавляем функциональность. То есть, мы начинаем с самого базового слоя и затем сверху наращиваем. То есть, у нас в каждый конкретный момент времени – это не имитация полноценного торта, просто уменьшенная. Это скорее урезанная версия. Вот это, собственно, то, о чем я и говорю. То есть, у нас вначале есть китборд, потом есть самокат. То есть, мы закрываем потребность по перемещению, мы просто каждый раз делаем это лучше. Очень важно, что MVP не должно выглядеть вот так. То есть, мы не должны начинать с того, что мы берем кусок того, что используем, но он не функциональный. В чем разница основная? Здесь на каждом из этапов у нас закрывается основная потребность. Наша основная потребность – это переместиться с точки А в точку Б. Просто только на последнем этапе она закрывается максимально эффективно, максимально удобно для нашего пользователя. Хотя вполне возможно, мы хотели изначально сделать автомобиль, потом пришли к этому этапу и внезапно поняли, что у нас есть очень большая целевая аудитория, отличающаяся от той, на которую мы ориентировались изначально, но на которую мы можем работать. И мы могли бы остановиться на этом этапе. Такое тоже бывает, истории много. Но у нас не должно быть такого, что мы начинаем с тех кусков, которые не позволяют нам закрывать потребность пользователя. Это та мысль, которая, наверное, должна главная быть вынесена с сегодняшнего занятия, которую я буду повторять много раз. MVP – это способ проверки ценностной гипотезы. То есть MVP – это способ проверки закрытия потребности. И поэтому на каждом из этапов его развития мы потребность должны закрывать. Не должно быть такого, что мы пробуем, 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 потом хоп, на последнем этапе мы начали закрывать потребность. Вся суть MVP – это в том, чтобы проверить, что эту потребность мы правда закрываем. Важный нюанс. Сейчас я в паре слов расскажу, чем не является MVP, потому что я вот только что довольно много рассказывал, что MVP такое, а вот чем MVP не является, пора рассказать. Во-первых, MVP – это не ранний релиз продукта. Ранний релиз – он не рассчитан на то, что потребности и предпочтения пользователей напрямую повлияют на развитие продукта. К этому моменту видение проекта уже существует. То есть MVP – это способ проверки. Вполне возможно, что в процессе мы поймем, что используя обратную связь, мы уже знаем, что самое главное – это обратную связь иметь нормально настроенную, что вообще нам нужно двигаться в другую сторону или что нужно подсвечивать другую потребность, закрывать другую потребность. В случае раннего релиза продукта у нас уже есть какая-то стратегия, какой-то план, и мы по нему движемся. Да, может быть, у нас небольшие какие-то отклонения в ту или иную сторону, но в целом у нас уже обозначено, куда мы направляемся. То есть в этом плане ранний релиз продукта имеет намного более четко очерченную стратегию, чем MVP. MVP – это не proof of concept. То есть proof of concept скорее описывает процессы на раннем этапе развития продуктов. Он рассказывает, как мы его будем делать, что мы будем с ним делать, как мы с ним будем работать. С точки зрения логики, proof of concept хронологически идет раньше, чем MVP. То есть потом то, что мы описали, наши процессы развития продукта, этапы, они реализуются фактически и получаются MVP. Причем потом мы продолжаем MVP в идеальном мире. У нас вырастает продукт, первая версия, вторая версия, мы его начинаем прокачивать. Какие вообще в MVP бывают цели? Собственно, мы с вами поговорили, что такое MVP, как оно используется, но не очень подробно пока затрагивали, а для чего можно использовать MVP, как его использовать. Во-первых, проверить гипотезу о ценностном предложении, затратив минимальные ресурсы. Это тоже важно. История про MVP – это почти всегда история про баланс. С одной стороны, мы не должны отсечь слишком много всего, и мы будем об этом говорить, когда затронем вопрос самых часто встречающихся ошибок и подводных камней. Бывает часто, что либо люди ударяются в перфекционизм и начинают пытаться, ну давайте еще вот это впихнем, ну или вот у нас есть такая классная идея, ну давайте уж тогда и ее добавим. Либо в обратную сторону начинают урезать настолько сильно, что вырезают, самое главное, вырезают закрытие потребности, то есть вырезают то ценностное предложение, которое изначально у них в продукте предполагалось. Тем самым, когда вы такую MVP выпускаете, по факту вы ничего не можете проверить, потому что вы не закрываете ту потребность, которую планировали закрывать изначально. Поэтому цель MVP – это проверить гипотезу о ценностном предложении, затратив минимальные ресурсы, но при этом ценностное предложение должно оставаться. Есть ли потребность, которую мы закрываем, и готовы ли за нее заплатить. Кстати, вот это тоже важный момент. На этапе MVP мы проверяем не только наличие потребности, но и будут ли готовы люди за нее отдать деньги. Тут же можно проверить и монетизацию, то есть если да, то как много денег люди будут готовы за нее отдать? В каком формате? Например, им будет интересно скачать бесплатное приложение, но некоторые из них будут готовы заплатить за функциональность внутри, за какой-то контент. Или им более удобно единовременно совершить покупку и потом пользоваться. Это уже зависит от конкретной сферы, конкретного направления, какое именно приложение или сервис мы делаем и какую именно потребность мы закрываем. Так, вижу вопрос от Димы. Если в MVP мы полностью закрываем потребность, есть ли отличие от MMR или MMP? Дим, а поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Маркет. Так, одна буква есть. А, минимум маркет-продукт. Если честно, я не встречал такой термин. Звучит довольно сильно похоже на MVP. Возможно, разница в том, что MMP звучит как история больше про маркетинг, то есть мы изучаем спрос на конкретном рынке, мы смотрим, что мы можем предложить. Маркет. Да, да, на самом деле звучит как что-то больше завязанное на рынок. То есть мы исследуем, например, типы закупки трафика, мы исследуем типы монетизации, то есть мы, не знаю, на уровне анбординга проводим изменения. То есть здесь мы смотрим, насколько мы можем вообще работать с тем или иным рынком. В случае MVP мы больше смотрим, насколько мы закрываем ту или иную потребность пользователя. То есть в случае MMP, по крайней мере, звучит так, что мы больше работаем с входом, насколько мы сможем продать. А MVP – это насколько мы действительно будем закрывать потребность. Егор, можно? Задавай. Да, у меня такой вопрос по поводу MVP. Мы сказали, что он проверяет, действительно ли закрывается потребность. И был пример с Uber. Я сейчас, возможно, в фактах потеряюсь, может быть, не совсем я прав. Но мне казалось, что Uber, он, во всяком случае, на российском рынке появился уже позже, после того, как были реальные приложения для такси. И ты вроде бы сказал, что Uber, грубо говоря, проверял гипотезу о том, что людей можно перемещать там за деньги. Ну, то есть, грубо говоря, гипотезу о такси только через мобильное приложение. А идея Uber, она же ведь была глубже в том, что сами люди будут друг друга подвозить. Вот. Я это все вопрос к чему? К тому, что MVP, он все-таки включает вот эту вот изюминку. Или он намного проще идею проверяет? Потому что как-то странно проверять MVP, когда уже существует такси, приложение. Зачем это? Андрей, ты сейчас говоришь про российский рынок. Uber были первыми на мировом рынке, кто так сделал. А, они вообще в принципе были первые? Да. А, ну все, тогда вопрос никто. Да, да. Но тут нужно понимать, что ради интереса вы можете посмотреть, как выглядел изначально прототип Uber. Его главная задача – это было соединить водителя и пользователя. То есть, до Uber существовали таксопарки. Вы набирали номер, вы общались с оператором, вам присылали такси. Uber захотел автоматизировать вот этот процесс. А уже потом появилась агрегация, появилась карта, появились разные тарифы. То есть, как бы, оно видоизменилось. Точно так же, как Spotify видоизменился как продукт. Я понял. Я теперь, да, понял. Спасибо. Хорошо, давайте продолжать. Итак, мы говорили про цели MVP. Обсудили, что одна из целей – это проверить гипотезу о ценностном предложении, затратив минимальные ресурсы. Следующий момент – это открыть продукт для ранних клиентов и захватить рынок раньше конкурентов. Это интересная штука. То есть, мы, с одной стороны, собираем себе early адаптеров. То есть, если мы особенно закрываем принципиально новую потребность или принципиально новым способом, мы в идеале хотим иметь к моменту полного выхода в запасе евангелистов, которые будут наш бренд продвигать. То есть, которые придут и скажут, ух ты, вот эти ребята, вот я ими пользуюсь, они классные. В идеале нам нужна такая вот армия лояльных пользователей. Ну и кроме того, почему бы не попытаться начать захватывать рынок раньше конкурентов. То есть, мы выпускаем MVP, мы выпускаем демо-версию и одновременно с тем, что мы тестим нашу концепцию, предполагая, что наше ценностное предложение работает, то есть, что потребность существует, и мы его можем эффективно закрывать, мы, естественно, в идеале хотим как можно раньше начать наращивать аудиторию и захватывать рынок. И MVP из нас это может сделать. То есть, за несколько месяцев до полноценного продукта, а иногда там за полгода, мы уже можем начать заявлять о себе. Создать основу для других проектов. Тоже интересный кейс. Особенно если у нас есть большая компания или экосистема, используя MVP, мы можем впоследствии распространять не только тот продукт, для которого делался MVP, но и другие. Это сейчас особенно актуально, потому что сейчас почти все большие компании строят экосистемы, что Mail, что Яндекс, что Google. Это для них вот такая важная штука. Также мы можем собрать информацию для анализа поведения и потребностей пользователя. Помните, мы говорили про то, что одна из самых важных вещей в MVP – это обратная связь. Без обратной связи мы не сможем понять, насколько мы хорошо закрываем потребность, насколько потребность существует, что вообще пользователям нравится или нет. Собственно, в случае MVP мы можем понять, что может повлиять на развитие бизнеса в целом. В отличие от раннего релиза, раннего доступа, где у нас уже есть готовая стратегия, мы ее просто немножечко твикаем, здесь те инсайты, которые мы получим, могут критично повлиять на то, в каком направлении мы будем развиваться в дальнейшем. Ну и наконец, одна из целей MVP – это получить внимание инвесторов или краудфанда. То есть построив MVP, мы можем получить финансовый или маркетинговый ресурс. Мы можем, измея его на руках, прийти к людям и начать его продавать. У нас есть пятиминутный классный elevator pitch, который мы даем инвесторам, но вместе с этим у нас есть приложение, к которому можно потыкать. Это сразу моментально увеличивает нашу ценность в глазах инвесторов. Или мы можем прийти на краудфандинг, и одно дело, у нас есть просто описание и пару макетов, а другое дело, у нас есть играбельный прототип или какая-то небольшая версия приложения, как раз-таки MVP, которая позволяет пощупать, а что мы хотим в итоге. О чем важно помнить при создании MVP, на что важно обращать внимание. Вот точно так же, как мы много про это говорили на этапе проверки гипотез. Помните, экспертное интервью, на что обращать внимание на качественном этапе, на глубинниках, на что обращать внимание на количественном этапе. То же самое я постараюсь дать вам здесь. То есть концентрировано на что обратить внимание, а потом еще и поговорим, какие могут быть ошибки подводные камни. Хотя MVP и не продукт, но он должен продавать. То есть представлять ценность, за которую будут готовы заплатить. Помните, наша цель не только проверить потребность, но и проверить наше решение, а еще и будут ли готовы люди за него платить деньги. То есть мы смотрим одновременно. Мы по сути проверяем наш продукт сразу на высоких уровнях, на минимальном уровне. Мы проверяем еще раз, существует ли такая потребность. Но по идее к этому моменту у нас уже были этапы исследований, и мы в целом увидели, что она есть. То есть наша задача просто на большем масштабе ее проверить. На уровень выше мы проверяем, а подойдет ли пользователям наше решение этой потребности, наше закрытие. То есть может быть потребность-то есть, но наше решение их не очень устраивает. Или оно ничего, но решение конкурентов лучше, или текущее решение лучше, поэтому они не будут нами пользоваться. Или оно идеально заходит. А еще выше неплохо бы выяснить, а сколько они будут готовы за это решение заплатить, и в каком формате. Поэтому MVP это не продукт, но он должен продавать. В MVP должна быть обеспечена обратная связь от пользователей. То есть важно не только помнить про то, что обратную связь нам нужно получать, но и придумать, как именно мы ее будем получать и агрегировать. Чтобы оценить, что нужно дорабатывать и как выстроить стратегию развития. Тут небольшой от меня совет. Сразу подумайте, как вы будете собирать обратную связь. Если вы хотите подрубить какую-то аналитику, если вы хотите что-то логировать, то есть записывать какие-то данные, которые у вас приходят, это нужно сразу продумать еще на этапе разработки. Чтобы в последний момент вы не выпустили MVP, и вы внезапно не поняли, что вы ничего не трекаете. У вас нет нормальной возможности получить обратную связь. И вы начинаете спешно, например, дорабатывать, составлять Google форму, рассылать ее пользователям, которые у вас поучаствовали, большая часть из них не отвечают, у вас нет обратной связи. То есть сразу задумайтесь, как именно вы будете собирать обратную связь от пользователей. MVP это больше история о процессе, чем о продукте. То есть, опять же, в отличие от Proof of Concept, в отличие от раннего релиза, в отличие даже от демо-версии, в случае MVP нам важнее выводы, которые мы сделаем, чем непосредственно сам MVP. Даже сервис, не показывающий результатов, можно сделать успешно. Вот хороший пример здесь Instagram. При желании вы можете подробнее почитать про его историю, но изначально тот формат, в котором он задумывался, та потребность, которую он должен был закрывать, это вообще ни разу не то, к чему он в итоге пришел. То есть они много экспериментировали, они в итоге выбрали совсем другой формат, ну и, собственно, он выстрелил. Но изначально та гипотеза, которая у них была, та потребность, которую они пытались закрывать, она вообще не продалась. MVP это необязательно минимально возможное число элементов. Немножко парадоксальная мысль, мы до этого говорили, что проверка минимальными ресурсами, но минимальные ресурсы это не всегда минимально возможное число элементов. То есть главное, что в MVP должна быть ключевая функция или ключевые функции, киллер фича, то, что делает продукт уникальным. То, почему закрытие потребностей будет отличать вас от конкурентов, почему люди придут именно к вам. А все остальное, это уже постольку поскольку. Но если вы переборщите, еще раз повторю, и отсечете лишнее, то есть вероятность, что вы выстрелите сами себе в ногу. То есть желая сэкономить и проверить быстрее итерационно, вы можете переборщить. Ну и собственно в основе MVP лежит философия бережливого стартапа или Lean Startup. Сегодня про него будем говорить, но по сути он строится на трех основах. Это построение, измерение, обучение. То есть мы что-то делаем, мы делаем MVP, мы делаем продукт, затем мы измеряем результат, получаем данные, затем на основе этих данных мы делаем какие-то выводы. В общем-то это похоже на цикл ХАДИ, который мы обсуждали. По сути это все звенья одной цепи. Можно пользоваться что одним, что другим, они очень схожи. И есть ли вопросы на текущий момент? Можно голосом при желании, можно текстом. Так, Дима, давай, спрашивай. Да, Стас, поскольку MVP это проверка гипотезы, вот по ссылке, которую скинул Егор в чат, где пишут о MVP, Instagram, Facebook, Uber, суммы, которые они потратили на MVP, далеко не маленькие. Например, Uber это от миллиона до полутора долларов, Инстаграма 100 тысяч и выше, ну то есть как бы вложения уже довольно приличные. Вот как тогда это согласуется с концепцией, что мы вроде бы еще не то, чтобы сильно вкладываемся? Смотри, это очень хороший вопрос, спасибо за него большое. Во-первых, это правда, то есть действительно те мастодонты, которых вы сейчас знаете, многие из них, они довольно много вложили денег в свои MVP до тех пор, пока не выпустили полноценный продукт. Тут важно понимать, во-первых, это не всегда так, то есть у вас не обязательно нужно тратить очень большие деньги для того, чтобы проверить MVP. Есть достаточно много примеров, тот же, не знаю, Яндекс.Навигатор, где на коленях из палок и подручных средств делались MVP, делались прототипы, проверялись и потом уже принимались решения. Просто, когда есть возможность потратить больше денег и проверить лучше, то люди, как правило, стараются это делать. Собственно, в случае Uber или вот в случае Инстаграма это было так. Еще один важный момент, и Uber и Инстаграма это часть вот венчурной системы, которая сейчас довольно распространена на Западе и постепенно приходит к нам, когда, ну что такое вообще венчурные инвестиции? У нас есть богатый человек или какой-то фонд, в который вложилось много людей обеспеченных, и у нас есть, например, не знаю, 100 миллионов долларов. И мы думаем, а как бы эти 100 миллионов вложить так, чтобы получить максимум денег? И при этом мы смотрим найти индустрию, где у нас, не знаю, есть 10 продуктов, появляющихся каждый день. И из этих 10, 9 в итоге провалятся. Это стартапы, которые через год закроются, и год это в лучшем случае. А один взлетит и начнет приносить, не знаю, стократную прибыль. Поэтому в нашем случае мы готовы пойти на этот риск. Мы готовы вложиться во все 10 продуктов с учетом того, что выстрелит только один, но принесет стократную прибыль, но и тем самым мы полностью окупим то, что вложили. То есть, по сути, что Uber, что Instagram имели возможность дорого проверять свои гипотезы, просто потому, что они правильно взаимодействовали с инвесторами. То есть, они, по сути, продавали то, что еще до конца не существовало, и тестировали гипотезы. Естественно, в реальном бизнесе это такой утопичный, идеальный сценарий. По факту, у вас даже в больших компаниях не будет возможности тратить огромные ресурсы на то, чтобы проверить свои гипотезы. Просто вот у этих ребят такая возможность была, они ей воспользовались. Надеюсь, ответил на вопрос. Но в целом, я просто всегда адепт того, чтобы стараться максимально минимальными средствами, минимально возможными ресурсами проверять, просто потому, что это такой довольно полезный скилл. Вот точно так же, как Антон Павлович Чехов говорил, что краткость сестра таланта и очень любил писать короткие рассказы, потому что это прям вот сложная, концентрированная литература. Вот то же самое здесь. Нужно обладать очень хорошим, качественным скиллом, чтобы отсечь все лишнее, при этом не повредив то, что должно быть, и еще и проверить. Это вот прям держит тонусик. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Давайте тогда немножечко поговорим про виды MVP, какие они существуют. Еще раз повторюсь, что, как это часто бывает, скорее всего, их намного больше, есть разные деления, разная классификация. Я пройдусь по основным, точно так же, как мы обсуждали прототипы. Первый, так называемый MVP Флинстоуна, или мы еще про него слышали, как прототип или MVP типа волшебник страны ОС. Выглядит это примерно так. Флинстоун — это такой мультик, возможно, не все из вас его видели, где есть семья, живущая в доисторическом веке, и у них есть всякие вот такие прикольные технологические решения. Что подразумевается? Мы имитируем функционал, хотя на самом деле он не реализован. Чаще всего имитируем с помощью людей. У нас есть люди, которые сидят и вручную отвечают, а мы утверждаем, что это, не знаю, ассистент или помощник. Или мы говорим, что мы создаем искусственного ассистента, который позволяет вам забронировать историк в ресторане, или записаться в парикмахерскую, а по факту это делает человек. То есть мы ту функциональность, которую планируем автоматизировать, так как автоматизировать ее дорого сразу, а вот человеческими ресурсами проверять дешево, мы, собственно, проверяем с помощью человеческих ресурсов. Дальше есть MVP типа консьерж, когда функционал реализуется вручную, и это лучше всего подходит для онлайн-сервисов, конечная цель которых — это автоматизировать решение проблем целевой аудитории. На самом деле, тот пример, который я сейчас привел с тем, чтобы забронировать себе столик в ресторане или купить билеты, это скорее MVP типа консьерж, потому что здесь есть уже имеющееся решение, это может сделать человек, но мы предполагаем, что мы сможем сделать более классное автоматизированное решение. Ну, как минимум, мы сможем раскатить его на большее количество пользователей, то есть личным консьержем или личным дворецким может пользоваться 100 человек, а автоматизированным 100 тысяч. А возможно, еще в некоторых ситуациях он еще и будет лучше работать, он сможет быстрее позвонить в несколько мест и забронировать нам столик, или он сможет лучше уточнить и учесть какие-то данные, потому что у него просто будет агрегирована информация про то, какие вопросы чаще всего задают. То есть здесь мы стараемся автоматизировать уже имеющееся решение проблем целевой аудитории, чаще всего решение, которое делается вручную. Есть разрозненный MVP или MVP по частям. Его мы тоже уже обсуждали. Здесь мы пытаемся собрать идею из уже готовых продуктов и сервисов. Главное это придумать, из каких сервисов мы можем собрать функциональность наиболее близкого к желаемой. То есть из одного сервиса мы возьмем одну штуку, из другого сервиса мы возьмем другую штуку, соберем сайт в конструкторе, информация, с которого будет передаваться в Excel, откуда автоматически будет совершаться звонок. Ну, я сейчас на ходу генерирую. То есть по сути мы берем разные продукты, закрывающие разные потребности, но та потребность, которую закрываем мы, она относится не к одной из тех, которая закрывает каждый из этих продуктов по отдельности. Но объединяя их, мы получаем возможность, это вот как конструктор лего, когда разные детальки с разным назначением вместе могут создать что-то новое принципиально. MVP одной функции позволяет сутить целевую аудиторию и получить точечную обратную связь, а также улучшать конкретный функционал. То есть здесь мы концентрируемся на одной конкретной функциональности, на одном конкретном направлении и прорабатываем исключительно его. А дальше уже получаем обратную связь, улучшаем и закрыв потребность с помощью конкретной функциональности можем расти вшире. Итак, какие вообще бывают подводные камни и типичные ошибки, когда мы работаем с MVP? Что стоит учесть перед тем, как бросаться с шашкой на голову вперед? Во-первых, излишний перфекционизм. А давайте еще вот это впихнем и тут отполируем и вот здесь и вот это очень хочется. Очень понятная мне проблема и мне кажется наиболее часто встречаемая, когда мы говорим про MVP. То есть тут важно помнить, что мы тестируем потенциал идеи и наша задача это дать пользователю базовое представление о продукте. Мы не должны идеально оттестировать продукт. Мы не должны туда запихнуть всю функциональность, даже если очень хочется. Поэтому даже если мы отсекли все лишнее, не нужно до последнего полировать. Помните принцип Парета? 80% и 20%. Вот это вся история. Вот это ровно про MVP. MVP априори не может и не должен быть идеальным. Наша задача не выпустить идеальный продукт и не выпустить идеальное решение. Более того, перфекционизм это с одной стороны очень полезное качество, когда мы работаем с аналитикой, когда мы работаем с дизайном. То есть на всех этапах для продукта перфекционизм это отличное качество, но осознанный перфекционизм. Нужно уметь вовремя себя затыкать и отправлять что-то в продакшн. Как вот в известном меме оп-оп и в продакшн. Потому что в противном случае никогда бы никакие приложения, фильмы, игры не выходили. Потому что излишний перфекционизм не дает развиваться. Второе. Небрежный подход и излишнее срезание углов. То есть если вы обратили внимание, это ровно обратная проблема. Здесь мы говорили про излишний перфекционизм, про стремление достичь того, что на самом-то деле достичь нельзя. И с другой стороны это мы говорим, что вот давайте его режем тут, тут, тут и тут. То есть это же все равно MVP. Я очень часто слышал, как люди говорят, что ну это же проверка гипотезы. Зачем нам делать нормальный дизайн? Или это же проверка гипотезы. Зачем нам оставлять эти функции? Да. Важно проверять минимум ресурсов. То есть использовать те возможности время дизайнера или ваше собственное время, которое есть максимально эффективно. Но если в итоге, например, вы закрываете потребность пользователя, но он об этом даже нормально не узнает из-за плохого дизайна или из-за плохого интерфейса или из-за неудачного решения, или из-за технических проблем, когда он не может пройти дальше третьего экрана, то есть вы смотрите свою статистику и увидите, что люди отваливаются. Такие, ну, наверное, мне интересно, наверное, мы не ту потребность выбрали. А по факту у людей просто падает приложение. Поэтому очень важно, чтобы ваше MVP, да, не было идеальным, но MVP должен не отталкивать, а привлекать аудиторию. Ну и, собственно, в первую очередь это касается качественного UX. Почему-то, не знаю почему, люди, когда делают MVP, в первую очередь пытаются выбросить все, что связано с UX. То есть, ну, давайте на простых квадратах, давайте на простых там кружочках. Опять же, можно делать просто, но при этом приятно. То есть, наша задача это сделать так, чтобы то, что мы показываем пользователю, его не оттолкнуло, чтобы он добрался, собственно, до ценности нашего MVP. А если мы сделаем это в кривь, в кость и неудобно для использования, то он просто не вернется к нам и мы не сможем проверить нашу гипотезу. Срезая лишние функции, важно не повредить основную функциональность. Про это тоже уже начинали говорить и несколько раз повторяли. С одной стороны, мы не стремимся к идеальному решению и да, мы пытаемся сделать все минимум ресурсов. С другой стороны, постарайтесь не повредить основную функциональность, иначе все может пойти не туда. Отсутствие обратной связи. Тоже часто встречаем очень важная ошибка. Вас не слышно, говорите громче. Наша итоговая цель это сбор обратной связи и улучшение продукта, не выпуском VP. Это очень важный момент. Я часто видел, когда люди, у них была классная гипотеза, они проверяли ее, проводили экспертные интервью, проводили качественные, корочественные этапы, а потом, после прототипов на этапе разработки MVP, они делали это настолько тщательно или настолько в это погружались, что у них подменялась цель. Они забывали о том, что в общем-то у них в итоге планируется выпуск продукта, и продукт это не MVP. Они делали все для того, чтобы выпустить MVP. Но наша цель конечная, это не выпуск MVP. MVP, еще раз напоминаю, это не цель, а средство. Средство получения обратной связи и проверки гипотез. и впоследствии улучшения продукта. То есть MVP позволяет нам понять, все ли хорошо, если не хорошо, то как сделать хорошо и улучшить наш будущий продукт, а не быть продуктом как таковым. Важно не забыть выбрать ключевые метрики и уметь собирать о них информацию. Тоже очень важный момент. Кроме того, что нам важно сразу подумать, как мы будем собирать обратную связь, как мы будем получать от людей информацию. Нужно еще выбрать, а на какие метрики мы будем смотреть в первую очередь. Что мы проверяем с помощью этого MVP? Какая именно метрика в нашем приложении или в нашем сервисе будет являться главной, отвечающей за закрытие потребностей. То, что пользователи завершают наш онбординг, например, или обучение. Или то, что пользователи совершают первую покупку. Или то, что пользователи заказывают себе такси. То есть, что будет являться ключевой метрикой или ключевыми метриками. И очень важно уметь собирать о них информацию. То есть, да, у нас всегда есть сценарий, когда мы выпускаем MVP в виде прототипа и потом собираем информацию в Google документах, но так мы не сможем четко понять, сколько людей сделало покупку. Далеко не факт, что все пройдут ваш опрос. Далеко не факт, что те, кто проходит, все скажут правду. И в этом плане аналитика не будет врать. Пустые обещания. Тоже интересный кейс. Не знаю, наше приложение будет заказывать еду, такси, еще будет делать массаж, танцевать чечетку, добро пожаловать в наш суперап. Тут важный нюанс. Это не пустые обещания, когда мы хотим обмануть наших потребителей или пользователей. Мы сами в них верим. У нас есть идеальная концепция приложения, мы работали с ним уже полгода, может быть год, а может быть полтора. Мы знаем про него все. Мы изучили рынок, мы провели сотни пользовательских интервью. Мы верим и горим в то, что делаем. И это здорово, это правильно. Но просто из-за того, что мы настолько погружены, нам хочется максимально много дать. И поэтому велик соблазн рассказать о вырезанных функциях и своих планах на словах, построив воздушные замки. То есть вот сейчас то, что вы видите в MVP, это только кусочек. Потом мы хотим добавить вот это и вот это. Не должно быть такого, что вы рассказываете о будущем продукте, при том, что у вас на руках фактически есть только маленький-маленькая его часть. Вполне возможно, что ваш итоговый продукт будет совершенно другой. Не забывайте про истории вот больших продуктов, которые мы сегодня вспоминали. Очень часто приходится в какой-то момент делать резкий поворот, а то и несколько поворотов, передумывать то, что мы делаем, переобдумывать концепцию и выстраивать в каком-то новом направлении. Не обещайте больше, чем сможете сделать. А что именно вы сможете сделать, вы будете понимать четко только либо с опытом, либо в процессе того, как вы начнете это делать. Поэтому, ну и тут сразу оговорюсь, что опыт тоже не гарантия успеха. То есть вы скорее сможете лучше оценивать свои силы, но все равно старайтесь всегда обещать только непосредственно то, что делаете. Недоверие к цифрам. Да не может быть такая низкая конферсия. Этот продукт точно нужен. Это тоже вот часть предыдущей истории, когда есть какой-то продукт, в который вы очень глубоко погружены и очень верите. Важно верить в свой продукт. Важно. В принципе, для того, чтобы делать свой бизнес или свой продукт, нужно быть немножко безумным. Потому что, если сесть посчитать, посмотреть на риски, посмотреть на то, какие стартапы взлетают, никакой человек в здравом уме нормальной памяти не пойдет на это, потому что риски слишком большие. Но эта история ровно про high risk, high reward. То есть, если мы достаточно безумны, чтобы в это поверить и будем пушить это до конца, есть очень много историй, когда приложение сначала не взлетало и только благодаря какой-то случайности или тому, что, собственно, кто-то в команде, как правило, либо продакт, либо прожит, либо кто-то из разработки продолжал в него верить, это позволило ему в итоге выстрелить и принести очень большие деньги. Но это риск. Поэтому важно верить в себя, но оставаться объективным и оценивать цифры с трезвой головой. То есть, нам, с одной стороны, нужна вот эта какая-то внутренняя вера в то, что мы делаем. Нельзя делать продукт, создавать продукт, в который вы не верите, в котором вы считаете, что та потребность, которую вы закрываете, не существует или вам не нравится сам продукт. То есть, да, можно некоторое время тащиться от процессов, не знаю, условный пример, можно работать в гэмблинговой фирме, где у вас есть однорукие бандеми, бандиты. Ну да, возможно, кто-то ловит кайф от того, что вот работает с народными бандитами. Это тоже ок. Никаких осуждений здесь. Но я знаю много примеров людей, которые работали с этим, потому что им нравились процессы, они были очень четко выстроены. Но они на одних процессах далеко их не могли. То есть, важно верить в тот продукт, который вы делаете. Но одновременно с этим работать с аналитикой, то есть, оставаться объективным и оценивать цифры с трезвой головы. Если аналитика показывает, что от чего-то нужно отказаться, то от этого лучше отказаться. В конце концов, при большом желании мы всегда сможем вернуть эти функции потом, в последующих апдейтах. Если аналитика что-то нам показывает, не просто так люди, не знаю, куда-то не кликают, что-то не выбирают, чем-то не пользуются. Видимо, им это не нужно. Им или-или, им это не нужно в том виде, в котором оно есть сейчас. Так или иначе, зачастую, в большинстве случаев в 90%. Нам проще в моменте от чего-то отказаться и потом это добавить, чем пытаться это поддерживать. Ну или другой вариант, мы можем это видоизменять, но когда мы говорим про MVP, наша цель – это же минимальное средство, поэтому лучше отказаться от всего лишнего. Лишнее – это то, что по аналитике нам не нужно. Вопросы. Давайте открою чат. 20% усилия приносит, 8% результата как-то так. Да, ну или там 70-30, 85-15 – это очень умозрительная цифра. Тут главный момент, что с какого-то периода сложность экспоненциально растет. То есть количество наших вложенных умений для того, чтобы перейти на каждый новый уровень, добавить новую фичу или закрыть новую потребность, нам нужно потратить не прямую зависимость, она не по прямой зависимости растет, а каждый раз в какое-то количество раз усилий больше. И в какой-то момент это становится просто нецелесообразным. Жалко, что никто не подскажет, когда ты уже выполнил те самые ценные 20%. Кстати, хороший комментарий, Егор, это приходит как правило с опытом. То есть первое время на уровне ощущений, но впоследствии вы начнете улавливать этот момент, когда начинает казаться, что вот вы замедляетесь, что становится сложнее, что больше сопротивления. Вот постепенно учитесь этот момент улавливать, и это приходит с опытом. Так, я, насколько вижу, вопросов особо нет. Поэтому давайте двигаться дальше. Что такое RAT-подход, про который мы уже говорили в самом начале, упоминали и, по-моему, скидывали статью? Давайте про него подробнее поговорим, потому что это классная штука. RAT – это Riskiest Assumption Test, то есть тест о самом рискованном предположении. По сути, это проверка самых рискованных гипотез и получение обратной связи от пользователя как можно быстрее. То есть, это история в обратную сторону. Если в случае MVP мы проверяем нашу самую важную гипотезу, то, на что мы делаем основной упор, то, во что мы верим, мы проверяем закрытие потребности, то здесь мы проверяем самую рискованную гипотезу, то, что может подвести нас в первую очередь. Получаем обратную связь от пользователя как можно быстрее и закрываем этот риск или уменьшаем его. По сути, RAT-подход появился в противовес массово неправильному использованию MVP. То есть, по мере того, что продуктов становилось больше, стартапов становилось больше, часто приводило к тому, что терялся изначально свой мысль MVP. MVP, как тот самый пример с Uber или с Instagram, начали разрабатываться очень дорого. То есть, по сути, на самом-то деле, это уже были не MVP. Это уже была полноценная разработка с изучением, такой research and development процесс, когда в итоге что-то находилось. Егор, а иногда бывает наоборот, есть еще такая фраза «не так сложны первые 80% работы, как вторые 80% работы». Ну да, такое тоже бывает. Так вот, как использовать RAT-подход, на чем он строится? Сначала мы составляем список самых рискованных гипотез продукта. Ну, то есть, это логично. Если мы стараемся проверить в первую очередь самую рискованную гипотезу, причем как можно быстрее, мы начинаем с того, что составляем вообще список рисков, которые у нас есть. Вот у нас есть гипотеза о продукте, где-то о самой проблеме, где-то о решении. То есть, мы предполагаем, что есть вот такая потребность или вот такие потребности. Мы предполагаем, что есть вот такие сползубы закрытия. Мы предполагаем, что именно по этим причинам будут пользоваться нами, а не конкурентами. То есть все это мы можем вынести в список. Более того, даже если вы не будете пользоваться RAD-подходом, то есть если все остальные шаги вы не будете использовать, я крайне рекомендую делать этот шаг. Это просто логично с точки зрения уменьшения рисков. То есть риск менеджмент, управление рисками и рисками начинается с того, что мы понимаем, а какие риски у нас вообще есть. Логично, что после того, как мы получили этот список из 5, 10, 15 рисков, мы начинаем их приоритизировать. То есть мы смотрим и говорим, окей, вот у нас список, но кажется, что вот это, вот это, вот это, это не совсем страшно, а вот это самая рискованная гипотеза. Что такое самая рискованная? Это гипотеза, которая может произойти, с одной стороны, с наибольшей вероятностью, а с другой стороны, сильнее всего повредить продукту. То есть, как правило, когда оценивают риски, самый простой механизм оценки – это по 10-бальной, например, шкале оценить степень критичности, и по 10-бальной же шкале оценить вероятность возникновения. А дальше, исходя из этого, посмотреть. То есть в этом плане у нас может быть, например, очень критичная гипотеза, которая при этом, скорее всего, не случится. Или у нас может быть совершенно не критичная гипотеза, но которая, скорее всего, произойдет. То есть дальше мы начинаем балансировать, выводить общую какую-то знаменательную, общую ценность, чтобы приоритизировать наши риски. Так, Настя, вопрос, давай, задавай. Да, у меня вопрос. Я работала с рисками, меня учили на первом курсе, как прописывать риски для проекта, в том числе, когда мы делали задание четверг, мы этим занимались. У меня такой вопрос. Я вас сталкивалась с этим раньше и столкнулась с как раз домашки. Как мы вообще высчитываем риски? Потому что, как показывает моя практика, все говорят, ну ты посмотри, насколько вероятна вот эта вот ситуация. Есть ли какая-то, не знаю, математическая, статистическая форма для высчитывания рисков и вероятности их возникновения? Хороший вопрос. Спасибо. Смотри, если мы говорим про MVP, то скорее нет, потому что слишком много всего может пойти не так. То есть MVP на самом деле, если так вот серьезно говорить, это скорее история про, а что могло пойти так, чем что могло пойти не так. Ну, конечно, в идеале мы рассчитываем, что все будет хорошо, но если мы говорим уже про большой бизнес с большим количеством цифр, вот там уже есть математические модели, которые позволяют риски высчитывать. Плюс у нас есть современные технологии, machine learning, большое количество big data, они тоже позволяют риски находить. Но не имея доступа к большим объемам данных, никогда мы работаем с MVP, ну, по крайней мере, если мы не работаем в огромной корпорации, и даже в этом случае я могу вам гарантировать, никто вам не даст возможность проверять с бесконечными бюджетами всего на огромных данных, чтобы вывести какие-то закономерности. Нам придется риски проверять и смотреть, исходя из тех просто интервью, что мы делали, исходя из количественных опросов, исходя из наших предположений, исходя из каких-то юзер-тестирований, там UX UI лаборатории, которые мы проводили. То есть здесь, к сожалению, способа обнаружить риски, то есть, не знаю, условно у тебя есть одна формула, ты вводишь туда, что ты хочешь сделать, она тебе выдает. Вот здесь, здесь и здесь все узкие места. Есть специалисты, собственно, это вот люди, специализирующиеся в рисках проектов, они знают, какие места могут быть наиболее узкими. То есть они приходят в проект, в первую очередь проверяют их, а затем проходят по всему остальному. Есть какие-то типичные проекты, для которых такие модели выведены. Но когда мы говорим про MVP, принципиально новый продукт, далеко не всегда это будет работать. Принято, спасибо большое. Что, что, что? Принято, спасибо. Отлично. Ну, как я уже говорил, при том, что у нас, к сожалению, нет единой формулы и возможности выводить риски, то есть это скорее такое сравнение немножко магии. У вас должна быть, понятно, наука, и постепенно с опытом вы начинаете понимать, в каких местах у вас, скорее всего, возникнет риск, где у вас потенциально узкие места. Ну, логически их тоже можно вывести, просто, ну, очень часто опыт это концентрированные логические знания. Их может быть слишком много, а постепенно с набором опыта вы быстро начинаете это определять. То, на что вы потратили, например, неделю, сидя и рассчитывая логически, боясь, что вы что-то не можете учесть, вы тратите на это пару часов, понимая, что, ну, вот тут, вот тут, и вот тут может быть узенько. Это примерно, не знаю, какой-нибудь кузнец сходу может сказать, где хорошо, а где плохо. Но мы можем дальше воспользоваться, вот уже когда у нас есть риски, разными способами приоритизации между разными рисками, чтобы найти самое рискованное. Вот здесь мы уже можем действовать по математике, скажем так. Даниил, можно еще использовать Critical Path Method для минимизации затрат? Да, это еще один вариант. Алхимия, да, ну, такой вот a little bit of magic, a little bit of science, что называется. Чувствую риск на троечку. Дима, самая рискованная гипотеза это наиболее вероятный и опасный риск или это гипотеза с низкой вероятностью успеха на наибольшей доходностью? Дим, смотри, отличный вопрос. Когда мы говорим про самую рискованную гипотезу, мы говорим не про что-то положительное. То есть вот твой второй пример. Гипотеза с низкой вероятностью успеха на наибольшей доходностью. Это скорее история про MVP. Мы проверяем потребность. Риск – это скорее как раз-таки И что-то, что может пойти не так. То есть самая рискованная гипотеза, как я уже сказал, это по сути риск по двум направлениям. В одну сторону это то, насколько сильно эта гипотеза может повлиять. Тут важный момент. Самая рискованная гипотеза это не та же самая гипотеза, например, это не гипотеза о потребности или не гипотеза о решении. Тут мы выдвигаем потенциальные риски. Список рискованных гипотез это список рисков, список того, что может пойти не так. И дальше мы их можем приоритизировать по двум шкалам. Опять же, есть разные варианты, разные подходы. Я даю самый простой. Одна шкала это вероятность того, что этот риск случится. Опять же, когда мы выпускаем MVP в первый раз, единственная информация, которая у нас может быть, это просто общая логика. Мы предполагаем и прикидываем. Просто от чего-то же нужно отталкиваться, какие-то бенчмарки нужно иметь. Вторая шкала, по которой мы работаем, это степень критичности. Кстати, этот же подход часто используется в багах. Как правило, когда есть баги или задачи, они оцениваются по двум шкалам. Есть степень приоритетности и степень критичности. Они не всегда полностью соответствуют. Так, Настя, есть еще матрицы рисков. Кстати, мы их тоже делали. Там самый плохой риск это, который сильнее всего бьет по проекту и на более вероятность. Да, да, именно так. Но, собственно, по сути, так оно и есть. Самый плохой риск это тот, который, а, случается с наибольшей вероятностью, причем, б, сильнее всего действует на проект в плохую сторону. Яков, проблема с этой матрицей в том, что мы сами выбираем силу и вероятность из каких-то внутренних соображений. Это тоже, правда. Здесь можно немножко углубиться, поговорить про подходы про антихрупкость, можно поговорить про книжки Талиба при желании. Но от чего-то нужно отталкиваться. То есть, так или иначе, какое-то предположение, какая-то оценка рисков лучше, чем никакая. Это вот исходя из жизненного опыта просто. Арина, эти риски могут быть только internal или же еще можно взять external threats. Да, это могут быть внешние риски. То есть, здесь может быть риск того, что, не знаю, например, у нас запретят поставки из-за границы, а у нас на этом основан бизнес. Или у нас отрубят интернет. То есть, здесь мы смотрим все поле рисков, которое может произойти. Это могут быть риски, которые зависят непосредственно не от нас, если ты об этом. Ну и, собственно, третье. Давайте вернемся к нашему списку. Мы начинаем с того, что составляем список рискованных гипотез продукта или список рисков. Находим самую рискованную и проверяем ее самым быстрым и дешевым способом. Затем мы делаем выводы, что-то исправляем. И снова повторяем этот процесс. То есть, точно как и хадди-цикл, он цикличен. Мы выбираем и приоритизируем наиболее рискованную гипотезу. Проверяем, исправляем. Переходим к следующей. Какие вообще есть способы тестирования рискованной гипотезы? Прошу прощения. Еще есть риски, которые не учитываются из раздела вселенских типа. Мировое землетрясение, дикоинфляция. Это, как правило, называется... То, что называется в контрактах и в договорах обстоятельства непреодолимой силы. И на самом деле... На самом деле мы сейчас уже немножко залезаем на территорию рисков в жизни. То есть, смотрите, давайте тогда чуть-чуть про это поговорим, потому что это интересно и довольно важно. Риски, которые вы можете учитывать в MVP, на самом деле они работают точно так же, как риски в бизнесе или, если брать еще в жире, как риски в жизни. И эти риски, их масштаб, скажем так, и то, что вы берете в расчет, они увеличиваются по мере того, на что вы можете взаимодействовать, от чего вы зависите. Простой пример. Например, я закрываю только базовые потребности. То есть, я зарабатываю денег достаточно только, чтобы есть, пить, жить где-то, но не более того. Мои основные риски, что я, например, потеряю работу и мне не будет что есть или не будет где жить. Я дальше начинаю зарабатывать лучше-больше. И мои риски становятся не то, что мне будет негде жить, а то, что я не смогу обеспечить свою семью, я не смогу обеспечить своих детей. Затем я развиваюсь еще сильнее. И, например, я начинаю переживать, что та компания, в которой я работаю, она в какой-то момент схлопнется. То есть, не то, что меня уволят, а более высокоуровнево, что компания закроется. Если смотреть еще более высокоуровнево, в какой-то момент, собственно, например, у меня в моей компании близких друзей, и мы на этой стадии находимся, вы начинаете думать про в целом индустрию, в которой вы работаете. В какой момент IT перестанет быть максимально прибыльной сферой и схлопнется, как мыльный пузырь. Еще на уровень выше мы начинаем оценивать риски со стороны государственного уровня. А где страна, в которой я наиболее безопасно смогу жить? В какой стране уровень рисков меня устраивает? То есть, это, на самом деле, такой очень естественный процесс, когда мы просто не можем заботиться о высокоуровневых рисках, находясь ниже, потому что у нас есть более низкоуровневые риски, более приоритетные. Вот та же самая РАД-гипотеза. Мы сначала работаем с наиболее рискованными гипотезами, которые касаются нашей жизни. Просто потому что, если мы их не решим, то до высокоуровневых мы не доживем. Но постепенно, развиваясь, увеличивая масштаб, мы увеличиваем и масштаб этих рисков. Собственно, почему я про это рассказываю? Вот пример, который привела Настя, обстоятельства непреодолимой силы. Есть компании, в том числе IT-компании, которые это учитывают. Которые учитывают изменения, не знаю, в своем планировании, изменения государственных устройств, политику, инфляцию. Если мы живем, например, в какой-нибудь Японии, вероятность землетрясения там намного выше. И там это тоже может учитываться. То есть, тут просто вопрос того, на каком уровне мы оперируем, с какими рисками мы имеем дело. Итак, какой есть способ тестирования рискованных гипотез? Шаг 1 – это заполнить модель Lean Canvas. При нем мы сейчас поговорим. Здесь я даю на нее ссылку. Сейчас мы ее подробно обсудим. Просто я сейчас пройдусь по всему способу тестирования, чтобы у вас в голове сформировалась комплексная картинка. А уже дальше про первый шаг подробнее обсудим. Но по сути, Lean Canvas – это бизнес-план, который помещается на одну страницу. Вот точно так же, как мы говорили, что резюме полезно на одной странице собирать. Вот здесь мы на одной странице учитываем сразу, в чем наша потребность, как мы ее закрываем, какие есть конкуренты, как мы ее будем монетизировать. То есть, все самые важные вещи мы собираем в одном месте и всегда в любой момент можем окинуть их взглядом и либо что-то поправить, либо про что-то себе напомнить. То есть, точно так же, как, например, бывают годичные или пятилетние или десятилетние цели у бизнеса. И в любой конкретный момент времени, когда мы зарываемся в рутину, мы можем прийти, посмотреть и вспомнить про них. Это позволяет немножко очиститься и поменять наш фокус, поменять линзу объектива. Вот точно так же и здесь. Мы можем в одном месте сразу увидеть наш бизнес-план. Дальше. Мы ищем самую рискованную гипотезу. Почему? Потому что именно она может разрушить наш продукт. Именно она может критично и не просто критично, а фатально повлиять на то, что мы делаем. И третьим шагом мы проводим эксперимент и оцениваем результат. Если самая рискованная гипотеза не подтвердилась, нужно переходить к следующей. То есть, здесь наша цель не только и не столько закрыть этот риск, хотя, ну, скажем так, выяснить, что это не настолько рискованная гипотеза, это тоже способ закрыть этот риск. То есть, по сути, мы внезапно выясняем, что не так уж он и важен. Если это происходит, то мы переходим к следующей гипотезе, а потом к следующей. Ну, и так далее. Принцип, я думаю, есть. Опс. Кстати, вот. Это ссылка, которую я даю. Ссылка на Lean Canvas. Здесь она очень подробно описана на английском языке. Я на русский ее для вас перевел. Сейчас мы ее, собственно, будем обсуждать. Итак, модель Lean Canvas. В чем она состоит, в чем ее смысл и как ее использовать? Lean Canvas – это шаблон для построения бизнес-модели. Ее можно использовать для стартапов, ее можно использовать для приложений, для сервисов, на самом деле для любого бизнеса, потому что мы, ну, фактически строим бизнес-модель. Ее можно использовать для любого бизнеса. Это удобно для гибких процессов, когда заранее непонятно, что получится в итоге. Можно собрать информацию о будущем продукте в одном месте, где будут все существующие, кажется, я не дописал, где будут все существующие блоки, все существующие необходимые вопросы. То есть, например, если мы работаем с государственными проектами, где там, не знаю, никакого agile, только waterfall, сверху спускаются указания, как будут делать, а мы просто выполняем. Если мы работаем в, не знаю, в сфере медицины, то есть, если мы работаем в армии, там, где очень строго сформулированные процессы, Lean Canvas не поможет. Он будет скорее мешать, потому что задача Lean Canvas – это помочь нам собрать всю информацию о продукте в одном месте, и мы предполагаем, что у нас есть большой уровень неизвестности того, что получится в итоге. Для чего удобно использовать Lean Canvas? Чтобы понять продукт со всех сторон. То есть, чтобы не просто разрозненно иметь в голове, вот такие, кажется, у нас конкуренты, вот здесь, кажется, такую ценность мы несем, мы собираем и выносим в одном месте всю необходимую информацию, которая нужна для нашей бизнес-модели, чтобы объяснить идеи другим, команде, инвесторам, пользователям. То есть, это то, с чем мы можем потом прийти к команде и сказать, смотрите, мы делаем вот это для этого, потому что верим в это, и вот кто наши конкуренты. Мы можем прийти с этим к инвесторам, чтобы продать нашу идею. Мы можем прийти с этим к пользователям и сказать, ребята, вот мы знаем, что у вас есть такая потребность, вы ее закрываете сейчас, мы ее закрываем по-другому, лучше, потому что и вот столько денег за это мы просим. Опять же, не обязательно прямо приходить вот с этим листочком, с LinkAnvus, но это, по сути, удобная классификация того, что у вас уже должно быть в голове и того, что у вас должно быть изучено, а если еще не изучено, это как раз-таки хороший способ понять, чего вам не хватает, который вы сможете потом использовать, ну, просто чтобы структурировать свои мысли и их выносить наружу. Собственно, как модель LinkAnvus выглядит. Давайте прямо по ней пойдем и про каждый раздел я буду рассказывать подробнее. В правой верхней сегменты потребителей и ранние последователи. Customer Segments, Early Adopters. Это то, с чего мы начинаем. Затем проблемы и существующие альтернативы. Слева. По центру уникальная ценность. Решения. Каналы. Потоки прибыли. Структура сдержек. Ключевые метрики и скрытые преимущества. Про каждый из разделов сейчас поговорим подробнее. Раздел номер один. Сегменты потребителей и ранние последователи. Здесь мы стараемся ответить на два важных вопроса. Во-первых, кто клиент? То есть, кто будет покупать наш продукт, а кто пользуется им? Нередко это разные люди. Особенно сейчас. То есть, на первый взгляд, это кажется таким немножко странным и неочевидным. Тот, кто наш продукт покупает, тот им и пользуется. Но по факту это не совсем так. Это зависит от типа монетизации. Часто бывает так, что существуют, не знаю, например, фри-то-плей продукты, фри-то-плей проекты, когда вы можете бесплатно что-то скачать, но у вас есть встроенные покупки. Как правило, в таких проектах, это особенно касается игр, где-то один, два, три процента аудитории, так называемые киты, обеспечивают всю разработку и все деньги, которые проект приносит. То есть, большая часть ваших пользователей, по сути, продукт не обеспечивают и не приносят денег. Но без них оставшиеся три, два, один процент китов не смогли бы полноценно этим продуктом пользоваться, а как следствие не приносили бы вам деньги. То есть, это такая немножко шаткая экосистема, в которой нужно постоянно поддерживать баланс. И второй вопрос. То есть, первый, это кто наши клиенты, кто наши сегменты потребителей. Тут нужно понимать, используют наш продукт и платят за наш продукт одни и те же люди или разные. Если разные, почему это различие есть? А второе, кто наши первые пользователи? Тут полезно собрать группу из представителей целевой аудитории, которые будут участвовать в разработке и запуске продукта. И дальше уже на них мы сможем тестировать наши гипотезы. Мы сможем давать им ранний доступ. Мы сможем показать им первую версию нашего продукта и быть уверенными в том, что они смогут нам дать полезную обратную связь, а в идеале потом и станут нашими евангелистами. То есть, это будут максимально лояльные, максимально верные нам пользователи, которые начнут продвигать нас массы. Номер два. Проблема и существующие альтернативы. То есть, мы начали с того, что определили, с кем мы будем работать в качестве пользователей и кто будет нашими первыми пользователями, кого мы привлечем в первую очередь. Теперь неплохо бы ответить на вопрос, какая проблема есть у клиента. Это вот все в ту же сторону, которую мы обсуждали. Мы берем сегменты покупателей с первого блока и формируем, какую их потребность закрывает наш продукт. Ну, тут все просто. Про потребности мы много говорили, не буду снова останавливаться. Существующие альтернативы – это история про конкурентов. То есть, мы выявляем уже существующих конкурентов продукта. Кстати, они не всегда очевидны. Здесь я крайне рекомендую пользоваться всякими инструментами для брейншторминга и не накидывать там так, чтобы три минуты посидели, накидали. Те, кто в первую очередь в голову пришли, те и подойдут. Посидите дольше. Посидите 10-15 минут, так, чтобы внезапно к вам в голову начали влетать редкие, но необычные кейсы. Потому что часто бывает, что основные конкуренты, они не очевидны, они вообще кажутся из другой плоскости, из другой области, но при этом они сильнее всего повлияют на ваше ценностное предложение, потому что люди будут пользоваться в итоге ими, а не вами. Так, Саша пишет. Lean Canvas похож на бизнес-модель Астервальдера. Да, да, все так. Астервальдера мы, кстати, уже обсуждали, когда говорили про ценностное предложение. То, собственно, это ответ на вопрос, кто уже решает эту проблему. Затем пункт 3. Уникальная ценность. Здесь мы отвечаем на вопрос, чем продукт лучше остальных. То есть мы поговорили про нашу аудиторию, мы проговорили нашу потребность, которую закрываем, какие есть конкуренты, то есть как пользователи уже закрывают эту потребность. Неплохо бы понять, а в чем наша будет уникальная ценность. Почему будут пользоваться именно нами? Чем наш продукт лучше остальных? И, собственно, ответ поможет сформулировать то самое уникальное торговое предложение. То, что мы сможем использовать в будущем в рекламе, в маркетинге, то, о чем мы будем кричать на каждом углу, вот это должно формироваться уже на данном этапе. Нам уже важно понимать, почему нами будут пользоваться. Потому что если мы не сможем ответить на этот вопрос, то зачем мы вообще всю эту кашу завариваем? Пункт 4. Решение проблемы. То есть хорошо, мы сформулировали уникальную ценность, мы молодцы, но как продукт решит проблему пользователя. Мы здесь на этом этапе подключаем исследования, проводим глубинное интервью, количественные опросы. Еще раз обращаю ваше внимание. По сути, это два разных этапа. Они очень похожи. Исследование гипотезы, исследование решения гипотезы. Или исследование проблемы, исследование решения проблемы. Но это разные части. На первом этапе мы пытаемся выяснить, какие есть потребности у наших пользователей, или уточнить и подтвердить, что те потребности, которые мы сформулированы, верны и имеют место быть. На втором этапе у нас уже есть в голове какие-то предположения о решениях и закрытиях этих потребностей и проблем. И мы уже проверяем их. То есть мы уже знаем, какие есть потребности. Возможно, одна, возможно, несколько. Мы уже в них достаточно уверены. Хотя, опять же, помним о том, что на любом этапе в количественных и качественных интервью мы всегда оставляем вероятность того, что мы где-то неправы, нам нужно обновить свои данные. Обратная связь – это самое полезное, что вообще может быть в этом смысле. Но на втором этапе мы проверяем уже наше непосредственное решение и смотрим, насколько оно подойдет нашим пользователям, насколько они будут готовы за него заплатить. Ну и, собственно, от ошибочных решений нужно уметь отказываться. Как бы оно нам не нравилось, насколько бы мы к нему не прикипели. Очень часто бывают сценарии, когда в процессе у нас есть изначально даже не столько потребность, сколько в голове конкретное решение. Вот не знаю, вы проснулись ночью или долгое время что-то выносили, мне кажется, что есть вот такая потребность, и вот такое решение – это будет клево. Вы начинаете проверять, выясняете, что потребность такая правда есть, радуетесь еще сильнее, но вот класс, а решение у меня уже в голове сформировано. Ну вот все, что осталось сделать, это его запрувить. И тут внезапно выясняется, что пользователям это решение не нужно. Оно технологически слишком сложное. Или пользователи еще к нему не готовы. Ну то есть по какой-то причине другие варианты решений намного более выгодны и намного более интересны для пользователей. А вы уже прикипели к этой идее, вы ради этого все и затевали. И тут важно как бы остановиться и понять, вы все-таки хотели эту всю историю сделать, чтобы конкретное решение реализовать, реализовать. Или все-таки, чтобы сделать стартап, чтобы поработать с классной командой, чтобы помочь людям закрыть проблему, чтобы заработать денег, чтобы быть счастливым в конце концов. То есть здесь важно сформировать свои приоритеты. 3-2-1 приоритета. Пункт 5. Каналы продвижения. Нам бы неплохо понять, как и где мы лучше расскажем о нашем продукте. То есть мы уже знаем, с кем мы будем общаться, мы знаем, какая наша целевая аудитория, мы знаем, какая есть потребность, как ее уже закрывают, какую ценность мы можем принести и какое решение у нас будет. А теперь нам нужно понять, как и где мы будем наш продукт рекламировать и продвигать. Ответ зависит не только от продукта, но и от его аудитории. То есть от первого пункта, на самом деле, который мы здесь использовали. Конкретный способ не так важен. Главное это рассказать о продукте тем способом, который лучше всего воспримет целевая аудитория. Важная мысль. То есть мы не столько ищем конкретный канал, мы ищем, в каком месте мы сможем лучше всего дойти до нашей целевой аудитории. Потому что наша целевая аудитория – это тот, кто лучше всего будет конвертироваться, тот, кто лучше всего будет проходить наш онбординг, кто лучше всего будет платить за ценность, кому важнее всего эту проблему закрыть. А дальше мы просто ищем те каналы, через которые мы проще всего и дешевле всего на такую аудиторию сможем выйти. пункт 6 потоки прибыли это все хорошо но скорее всего мы строим бизнес поэтому неплохо бы понимать а как мы деньги будем зарабатывать как продукт будет приносить деньги если распространять продукт бесплатно надо заранее понять как на нем зарабатывать дальнейшем то есть да есть истории когда на первых порах продукт либо очень сильно димпингуют либо вообще бесплатен для того чтобы набрать свою аудиторию часто есть история когда некоторые продукты на первых порах, они максимально стараются заработать денег, чтобы масштабироваться, чтобы можно было закупать больше трафика, чтобы можно было захватывать рынок. Если продукт хорошо попал в аудиторию или хорошо на нее смог выйти через каналы и хорошо закрывает потребность, то такая практика в целом имеет место быть и логично. Другой вариант, это если вы хотите на первых порах набрать себе аудиторию, а потом уже ее эффективно монетизировать. То есть вы выходите на рынок и предлагаете способ закрытия проблемы не просто удобнее, но еще и дешевле. Тем самым набираете аудиторию, а потом повышаете цены или предлагаете новые типы контента или подписки. То есть если вы распространяете свой продукт бесплатно, сразу подумайте, как на нем вы будете зарабатывать в перспективе. Ну а платный продукт должен иметь достаточную ценность, чтобы клиент захотел за него заплатить. То есть здесь важно, чтобы у вас и самое главное у вашего потребителя было четкое понимание. Кстати, тоже есть частая история, такая ошибка, когда у вас в продукте есть ценность, у вас есть актуальная потребность или проблема, вы классно ее закрываете, у вас есть ценность, но вы не можете донести ее до конечного пользователя. То есть человек, заходя в ваше приложение, он не понимает, что по факту оно свою функцию-то выполняет. Оно честно, оно никого не обманывает, оно справляется со всем, но по какой-то причине у человека этого ощущения нет. Возможно, мы недостаточно четко ему это прописываем. Возможно, выгода недостаточно ясна, возможно, мы не трекаем его прогресс, а он сам за ним не следит. То есть это такой чисто психологический эффект, когда, казалось бы, со своей стороны мы сделали всю подготовительную работу, мы изучили рынок конкурентов, потребность, решение, выпустили приложение, протестировали, выдохнули, а люди не идут и не платят деньги. И не потому, что мы сделали что-то плохо с точки зрения закрытия потребности, а потому, что мы не донесли эту ценность так, чтобы люди внутри в голове это оценили. Тоже важный момент, про это тоже нужно думать. Затем пункт 7. Структура издержек. На этом этапе мы начинаем думать, сколько нужно денег, чтобы запустить продукт. Нужно будет определить целевую аудиторию, выявить проблему и найти решение, а готовому продукту понадобится реклама, чтобы о нем узнали. То есть здесь мы начинаем фактически сводить нашу юнит-экономику, оценивать. Ага, вот такие у нас на первых порах будут затраты. Вот такие затраты у нас будут единовременные. То есть то, что называется капитальные расходы, те деньги, которые мы тратим в самом начале, но которые не тратим впоследствии. Мы закупим сервера, мы закупим офисную технику, мы купим себе доменные имя. Какие-то расходы у нас будут постоянные. То есть мы будем платить зарплаты разработчикам, дизайнерам, мы будем платить за аренду офиса. В зависимости от того, что за формат стартапа у вас будет, то есть у нас будут какие-то сразу фиксированные затраты сначала, единовременные, будут какие-то регулярные фиксированные затраты. Будут затраты, связанные с непосредственной реализацией. То есть маркетинг мы можем платить за количество, за то, что у нас люди переходят по ссылке. То есть чем больше людей перешло, тем больше мы платим. Мы платим App Store или Google Play 30% за то, что мы в целом имеем право размещать там приложение и то, что люди на что-то покупают. То есть с каждой покупки, не знаю, с покупки приложения или с подписки мы платим 30%. И это все нужно учесть. То есть фактически на этом месте мы считаем не просто потоки прибыли, что будут приносить нам деньги, сколько денег нам нужно, но и сколько мы будем тратить для того, чтобы эти две величины мы могли совместить. В конечном итоге нам нужно понять, в какой точке наша экономика сойдется. То есть если совсем простым языком, сколько в целом нам будет стоить запустить всю эту историю и сколько нам будет переносить каждый пользователь. И сколько денег мы будем тратить, чтобы пользователя привлечь. И если он приносит нам больше, чем стоит его привлечение, мы в плюсе, постепенно мы перекроем те затраты, которые у нас есть, и мы можем масштабироваться. То есть в этом случае, чем больше пользователей мы берем, например, не 10, а 100 тысяч, тем больше денег мы заработаем. Просто на каждом это может быть не очень много. Затем ключевые метрики. В работе продукта метрики – это вообще чертовски важная штука. У нас уже был отдельный разговор про метрики, и здесь это тоже важно формулировать. Как понять, что продукт успешен? Нужно выбрать основные метрики для измерения, а при необходимости воспользоваться ярм воронкой. Помните, пиратская воронка, я давал ссылку на одну из первых лекций на нее. Мы, к сожалению, на самой лекции не успели обсудить, но, надеюсь, некоторые хотя бы из вас успели посмотреть, что это. То есть, концептуально, что здесь я хотел бы донести? Никогда нельзя работать с продуктами. Как? Никогда – это не совсем правильное слово. Когда мы работаем с бизнесом и хотим, чтобы он был успешен. Любое предположение, любой MVP, любой продукт, любая гипотеза заранее – это такой вот научный подход, когда мы заранее предполагаем, какой результат мы хотим получить, что мы будем считать хорошим результатом, что мы будем считать плохим результатом, и самое главное – а что мы будем мерить? Относительно чего мы будем считать цифры? Что мы будем в цифрах выражать? То есть, очень важно заранее выбрать основные метрики, на которые мы будем ориентироваться, которые мы будем измерять. И, наконец, пункт 9 – скрытое преимущество. Интересный пункт, интересный момент. Что под ним подразумевается? В чем особенность продукта? То есть, на всех предыдущих этапах мы говорили про ценность, про закрытие потребностей, про решение, но здесь – это наш финт, наша ядерная боеголовка. Что есть в нашем продукте, чего нет других? Это сильное преимущество, которое сложно скопировать. Не просто небольшие изменения, чуть более удобный экран, чуть более простое прохождение обучения, а что-то, что будет сложно скопировать и забрать к себе. То есть, в случае скрытого преимущества – это, может быть, например, очень специфичная экспертиза. Не знаю, у вас есть очень крутой опыт работы с морепродуктами или у вас есть очень крутой опыт работы с соляными пещерами. То есть, что-то, в чем у вас есть экспертиза, и что нельзя очень быстро нарастить у других. То есть, это не то, что вы копируете экран с онбординга, это понятно, а что-то, что принципиально дает вам ценность, которую другие с трудом смогут скопировать. В конечном итоге это то, что позволит вам выделить относительно конкурентов и даст вам нужный запас по времени для того, чтобы набрать аудиторию и захватить рынок. Потому что это, собственно, сложно будет скопировать. Это очень важный, очень полезный пункт. Доходя до него, часто люди устают, когда создают бизнес-модели, когда работают с линканвасом и забивают. Но я обращаю ваше внимание, что, в принципе, это то, что может стать решающим. В вашей игре, в вашей игре престолов с точки зрения сервисов, это то, что позволит вам в итоге вырваться вперед. Дима, кажется, у Clubhouse такого преимущества нет. Не кажется. Такого преимущества у Clubhouse совершенно точно нет. И, ну, как вы, наверное, видели, и Telegram, и все остальные скопировали похожие функции. Более того, до Clubhouse были похожие приложения или решения, которые, в которых можно было делать такой функции. Ну, как бы, Clubhouse – это то, что называется радио для зумеров. То есть вы можете слушать прямой эфир в качестве пользователя и при необходимости в эфир позвонить. Вот, все. Как бы, конец истории. Поэтому единственное, почему Clubhouse вирусился, это потому, что он был элитарен. Сейчас, в общем-то, ему срочно нужно придумывать какую-то ценность, иначе, ну, иначе плохо все кончится. Ну, то есть просто как бизнес он не взлетит. Итак, еще раз даю ссылку на модель Lean Canvas, и снова пройдемся по основным пунктам. Начинаем с того, что определяем сегменты наших потребителей и кто будут наши ранние последователи. То есть не просто кто нас будет покупать, кто нас будет использовать, но и кто, на первых порах, будет с нами, кто нас будет продвигать. Затем понимаем, какая есть потребность. Ну, это типичный у нас этап. И какие есть конкуренты. Оцениваем их и выписываем. В чем наша уникальная ценность? Почему будут пользоваться именно нами? Какое у нас будет решение? Как конкретно мы будем закрывать проблему? Какие у нас есть каналы продвижения? Как будет работать маркетинг? Где мы будем искать нашу целевую аудиторию? И в идеале сразу понять, где ее эффективнее и проще всего найти. Какие у нас будут потоки прибыли? Как мы будем монетизировать наш контент? Как мы будем монетизировать наш стартап? За что люди будут готовы платить или не готовы? Структура сдержек. Сколько денег нам придется потратить? В самом начале. Сколько нужно будет тратить фиксировано каждый месяц? И сколько нужно будет тратить переменно? В зависимости от того, какой объем трафика у нас будет? Или объем продаж? Или объем чего бы то ни было? То есть посчитать по сути всю юнит-экономику. Все входные деньги, все выходные деньги. Понять, когда она начнет сходиться, где будет точка безубыточности. Затем пункт 8. Ключевые метрики. На что мы будем ориентироваться? На что будет ориентироваться бизнес? Какие метрики будут? В каких метриках будут выражаться наши цели? То есть здесь важный момент. Помним, что метрики это инструмент, это не цель. Но они могут выражать цели. То есть они могут позволять нам цели посчитать. И, наконец, такой интересный кейс «Скрытые преимущества». То, благодаря чему нами будет пользоваться, даже если появится конкурент. То, что будет сложно скопировать. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, это было полезно. Постарался максимально подробно, понятно и интересно рассказать про MVP. Что это? Зачем это? Как это используется? Какие есть подводные камни? На что нужно обращать внимание? Что такое RAT-подход? Что такое модель Lean Canvas? Я вам желаю хорошего вечера. Классных выходных. И до связи, до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok